Автомобиль, завоевавший титул грузовик года 2013, приехал в Россию. 14 марта компания ИВЕКО провела презентацию новинки на Дмитровском полигоне, где российской прессе официально представили линейку седельных тягачей ИВЕКО Стралис Хайвэй. Специально для блога «Дальнобойщик» согласился дать интервью и поделился своими впечатлениями об автомобиле главный редактор журнала «Автоперевозчик и спецтехника» Александр Трохачев. В настоящее время в составе автопоезда у нас находится седельный тягач с двигателем мощностью 500 л.с. Это курсор 13, объем 13 литров и 12-ступенчатая роботизированная коробка передач с автоматическим и полуавтоматическим переключением. Полная масса автопоезда 22 тонны 640 кг. Вообще наплывы очень удобные на руле, кнопочное управление удобное, причем такое, что случайно кнопку не заденешь, то есть очень расчетливое. И, в принципе, все в зоне досягаемости. Если по-правильному поставить руль, не по-велосипедному, как мы сейчас сидим, то я могу дотянуться практически до самой удаленной клавиши, не подавая корпус вперед, практически не отрывая от спинки, что очень комфортно. Очень комфортный широкий левый подлокотник, очень удобный правый. Для тех, кто не любит лишние предметы, подлокотничек можно аккуратно сложить и получится определенная свобода действий для правой. Мы готовы. Ровно 8 месяцев назад точно такой же автомобиль мне довелось тестировать в Италии, в городе Милане. И тем более сейчас интересно сравнить ощущения на зимней российской дороге с ощущениями на сухом асфальте европейских дорог. Обороты холостого хода чуть меньше 600 оборотов в минуту. Сейчас мы будем осуществлять разгон в гору. Посмотрим, как будет работать роботизированная коробка, какие будут обороты, какие будут передачи и насколько уверенным будет поведение автопоезда. Положение за рулем очень удобное. Нажимаем тормоз. Положение, драйв. Отпускаем стоянку. Плавненько начинаем. Практически сразу на дисплей выскакивает четвертая передача, за ней пятая. Скорость при этом пока еще 15 км в час. Но чувствуется, что автомобиль легко справляется с этим подъемом, несмотря на то, что под колесами хорошо плотненько укатанный российский снежок. Более того, и с неба сейчас в настоящий момент тоже сыпется белое вещество под названием снег. Обороты в зеленой зоне где-то в районе 1100. Уже у нас восьмая передача и 30 км в час. Мы заканчиваем овальный изгиб поворота и выходим на затяжной подъем. Обороты все время находятся в зеленой зоне между 1000-1300. Вот сейчас они на 1200 и уже девятая передача. Сейчас мы попытаемся сделать запас скорости для того, чтобы уверенно взять этот 6% подъем. Скорость 45 км, 10-ая передача и обороты 1100. Никаких усилий, обзор по зеркалам отличный. Нет признаков проскальзывания ведущих колес. Телега идет строго за головой, практически в той же колее. Скорость сохраняется прежняя, 45 км в час, 10-ая передача. Обороты вырастают уже почти до 1200. Сейчас я попробую добавить ей еще газку, но автомат мне этого делать не дает. Чуть-чуть растут обороты, где-то уже 1250, скорость выросла до 52 км в час. Передача все та же, 10-ая. Вот мы практически поднимаемся наверхушку. И теперь я уже просто сбрасываю газ, потому что нас ждет очередной поворот. Осуществляем движение, включаем положение трайв, убираем стояночный тормоз. Третья передача у нас сразу. И начинаем разгон. Обороты с 600 подскакивают до 1100. Шестая передача сразу, то есть мы через передачу перескочили. Седьмая. Скорость 20, 25. И сейчас мы будем разгоняться до 50. Скорость 42, скорость 50. Я убираю газ, и мы можем воспользоваться ручным тормозом в первом положении. Чувствуется сразу, да, как автопоезд начинает программированное замедление. В принципе, если бы у нас был тоннаж побольше, то, конечно, мы бы использовали, наверное, и второе, и третье положение. Но для данных условий движения первого положения вполне достаточно. Я, как водитель, чувствую себя весьма комфортно. И ощущаю, что вся эта многотонная машина находится под полным контролем. То есть я могу сейчас сбросить скорость для того, чтобы изменить направление движения, для того, чтобы затормозить, сделать остановку, или наоборот, пойти в разгон, если позволяет дорожное условие. Девятая передача у нас сейчас на выходе со спуска была, и скорость 30 км в час. Ездовой комфорт очень хороший, то есть этот Stralis выгодно отличается от предыдущего образца 2007 года. Реально машина стала комфортабельной и подтянулась больше к таким признанным флагманам, как Volvo FH, как Scania R, и даже как Mercedes-A. Очень удобная эргономика, очень понятная панель приборов, удобный охват руля. Машина нравится, эта машина реально нравится.